Карл Чапек, «Фабрика Абсолюта», читает Олег Кузьминов. Глава пятнадцатая. Катастрофа. Да, да, в нынешние прекрасные, я бы сказал, благословенные времена, дороговизны, трудно вообразить социальное зло беспредельного изобилия. Нам представляется, что если бы вдруг на планете обнаружились несметные залежи предметов потребления, то это был бы рай. Чего же лучше, думаем мы, если всего хватает на всех, и так дешево, господи. Так вот, экономическая катастрофа, разразившаяся в мире благодаря вмешательству Абсолюта, была вызвана тем, что все необходимое для человека можно было достать не только дешево, но прямо-таки за даром. Вы могли совершенно даром взять горсть гвоздей, чтобы прибить ими подошвы ботинок, или доски пола. Вы могли увезти полный вагон такого добра, только скажите на милость, зачем? Что бы вы стали с ним делать? Провезли бы сотню-другую километров и раздали бы всем? Этого предпринять вы не могли, ибо стоя над лавиной гвоздей, вы выпьедили бы уже не гвозди, то бишь вещь относительно полезную, но нечто совершенно ничтожное и бессмысленное в своем изобилии, нечто столь же бесполезное, как звезды на небе. Да, вот именно. Некогда этакая громада новых блестящих гвоздиков была великолепной и даже возбуждала поэтические чувства, подобно светилам небесным. Она казалась созданной ради безмолвного восхищения. По-своему, это был великолепный пейзаж с гвоздями, столь же великолепный, как пейзаж с морем. Но ведь море не вывозят вагонами в центральной области страны, туда, где его нет. На морские воды не распространяются законы распределения. Отныне они не распространяются и на сапожные гвозди. Однако в то время, как в данной области распростерлось сверкающее море новых гвоздей, в нескольких километрах от нее получить гвозди не было никакой возможности. Экономически обесцененный гвоздь исчез с полок скобяных лавок. Захотели вы, к примеру, прибить гвоздем подошву или воткнуть его ближнему в перину? Хвать, а его нет. Нету гвоздичка, как в некоторых городах нету моря. О, где вы, прославленные торговцы минувших времен, что умели задешево товар приобрести и втридорого продать? Увы, сгинули вы и пропали, ибо снизошла на вас милость божия. Устыдились вы своей корысти и заперли лавочки. Только и думай теперь, что о братстве. Раздали вы все, что имели, и ни за что, ни за что на свете не хотите отныне наживаться на распределении товаров, потребных братьям во Христе. Где нет стоимости, там нет и рынка. А где нет рынка, нет и распределения. Где нет распределения, нет и товара. А где нет товара, растет спрос, растут цены, растут прибыли, расцветает торговля. Но вы отвратили взор свой от прибыли и почувствовали нестерпимое отвращение ко всем цифрам вообще. Вы перестали глядеть на мир глазами потребления, спроса и сбыта. Воздев руки, вы дивились красе и изобилие. А меж тем гвозди кончились, их не стало. Лишь где-то за морем они громоздились недосягаемой громадой. И вы, пекари, тоже встали у дверей своих ловчонок и принялись зазывать. «Придите, люди Божии, ради Христа, придите и возьмите хлебы и муку, булочки и кренделечки, смилуйтесь ради Христа и берите даром». И вы, торговцы мануфактуры, вы тоже вынесли отрезы сукон и тончайшего полотна примехонько на улицу. И со слезами радости на глазах отделяли встречного и поперечного, отрезая им по пять, по десять метров. И Христом Богом умоляю принять ваш маленький подарок. И лишь когда ваша лавка начисто опустела, пали вы ниц и возблагодарили Бога за то, что Ему угодно было позволить вам одеть ближних, как цветы полевые. И вы, мясники и колбасники, вы тоже водрузили на головы корзины с мясом, с сардельками, с копчеными колбасами и пошли от двери к двери, стуча, названивая, упрашивая, чтобы каждый выбрал, что ему по душе. Так же и вы, торговцы обувью, мебелью, табаком, сумками, очками, украшениями, коврами, тростями, веревкой, жестяным товаром, фарфором, книгами, все вы, осененные Духом Божиим, высыпали на улицы и раздавали все, что имеете. После чего, встречаясь или стоя на порогах своих опустошенных ловчонок из кладов, сообщали друг другу с пылающим взором, ну, брат, я облегчил свою совесть. Итак, на несколько дней спустя обнаружилось, что раздавать больше нечего, но и купить тоже. Абсолют разорил, опустошил начисто все торговые дома. А в то же время, где-то вдали от городов машины извергали миллионы метров сукон и полотна, не агар и сахара, рождая бурное, неисчерпаемое изобилие божественного перепроизводства всевозможных товаров. Слабые попытки распределить этот поток среди потребителей вскоре, однако, прекратились. С ним не было никакого сладу. Впрочем, вполне возможно, что катастрофа в экономике была вызвана чем-то иным, а именно инфляцией. Абсолют овладел монетными дворами и типографиями. Ежедневно он пускал в обращение сотни миллиардов банкнотов, металлических денег и ценных бумаг. Инфляция была на лицо. Пачка 500-тысячных банкнотов ценилась едва ли больше, чем относительно плотная туалетная бумага. Если бы вам пришло в голову предложить за детскую соску пятак или полмиллиона, для денежного оборота это не имело бы малейшего значения. Соски вы не получили бы все равно, ибо соски исчезли. Числа утратили всякий смысл. И этот распад системы чисел явился, разумеется, естественным следствием бесконечностей и всемогущества Бога. К этому времени в городах уже давал себя знать недостаток продовольствия и даже голод. Снабженческий аппарат по вышеизложенным причинам развалился окончательно. Хотя и в эту пору существовали министерства снабжения, торговли, социального обеспечения и железных дорог. По нашим понятиям можно было бы своевременно остановить огромный поток продукции, уберечь ее от гибели и осмотрительно вывести на места, разоренные Божьей щедростью. Увы, этого не случилось. Министерские служащие, отмеченные особо мощным воздействием благодати, все служебные часы проводили в радостных молитвах. В министерстве заготовок наилучшим образом овладела ситуацией секретарша Мадемуазель Шарова, которая особенно ревностно проповедовала 9 заповедей Божьих. В министерстве торговли председатель профсоюзного комитета некто Винклер провозгласил аскетизм типа индийских йогов. Правда, эта лихорадка длилась лишь 14 дней, после чего в людях развилась, явно по специальному вношению абсолюта, чудесное сознание долга перед обществом. Ответственные органы трудились днем и ночью, дабы справиться с продовольственным кризисом, но, по-видимому, было уже поздно. Ежедневное производство каждым из министерств от 15 до 53 тысяч актов, которые по решению межведомственной комиссии столь же регулярно отвозили на грузовых машинах и сбрасывали во Волтаву, было единственным результатом этой горячки. Естественно, самым тяжелым оказалось положение с продовольствием, однако, по счастью, в нашей стране, поскольку я описываю события в своем Отечестве, на страже общественных интересах стоял славный труженик села. Господа, вдумайтесь теперь в смысл того, что мы твердим испокон веков. Наш сельский труженик – ядро нации. Об этом даже поется в одной народной чешской песне. Кто этот парень, вряд ли ты знаешь, это чешский крестьянин, кормилец наш. Кто же тот кремень, о которой разбилось лихорадочное расточительство Абсолюта? Кто же тот гранит, что твердо и невозмутимо пережил панику, охватившую мировой рынок? Кто же этот герой, кто не сложил молитвенно рук, не потерял головы и остался верно стоять на посту? Кто этот человек? Вряд ли ты знаешь. Это чешский крестьянин, кормилец наш. Да, это был наш сельский труженик. Кстати, в иных странах наблюдалось аналогичное явление. Именно он на свой манер спас мир от голодной смерти. Представьте себе, если бы им, так же как городским жителям, овладела мания раздавать все неимущим и нуждающимся. Если бы крестьянин «Здорово живешь» отказался от своего зерна, буренушек и телятушек, курочек, гусей и картошки. Через две недели в городах начался бы голод, и деревня была бы выжата, истощена. Сама осталась бы без запасов, под угрозой вымирания. Благодаря нашему деловитому селянину этого не произошло. Теперь пусть это объясняют чудодейственным инстинктом нашей деревни, его верной, чистой, глубоко укоренившейся в народе традицией, или, наконец, тем, что на селе Абсолют был менее заразителен, так как в сельском хозяйстве с его раздробленностью карбюратор не нашел такого массового применения, как в промышленности. Думайте, что хотите, но факт остается фактом. В момент общего краха экономической системы и рынка крестьянин не раздавал, не раздавал ни крошки, ни соломинки, ни овсяного зернышка. На развалинах древней промышленной или торговой системы наш сельский труженик безмятежно торговал тем, что имел. И торговал втридорого. Непостижимым чутьем он учуял катастрофическую роль изобилия и вовремя притормозил его. Притормозил, взвинтив цены, хотя амбары ломились от добра. И это свидетельствует о поразительно здоровом начале нашего сельского труженика, который, не тратя слов попусту, без вождей, без всякой организации, ведомый лишь спасительным внутренним голосом, поднимал цены везде и всюду. Подняв цены, он уберег добро от разбазаривания. Среди безумного изобилия он отстоял островок нехватки и дороговизны. Чуял, должно быть, что тем самым спасает мир от верной гибели. Ибо, между тем прочий, обесцененный, даром раздаваемый товар с естественной неизбежностью сгинул и не появлялся на рынке. Продукты питания продавались бы по-прежнему. Разумеется, за ними вам приходилось прогуляться в деревню. Ваш пекарь, мясник, лавочник ничего не могли предложить вам, кроме братской любви и святого слова. Поэтому, перекинув через плечо котомку, вы побрели за 120 километров в деревню. Шли от хутора к хутору, англядь и подхватили. Там кило картошки за золотые часики, а тут яичко за полевой бинокль, еще где-нибудь килограммчик отрубей за гармонику или пишущую машинку. И вот, глядите, нашлось чем перекусить. А если бы крестьянин все это раздал, вы давно протянули бы ноги. Крестьянин приберег для вас и фунтик масла. Приберег от того, что возмечтал получить за него персидский ковер или редчайшей красоты киевский народный костюм. Итак, кто установил безумные эксперименты Абсолюта? Кто не утратил здравого смысла в переполохе наделенным половодием добродетели? Кто устоял во время рокового потопа изобилия? Кто, не щадя животов наших и добра, уберег нас от погибели? Кто же этот парень, вряд ли ты знаешь, тот чешский крестьянин, кормилец наш?